Я считаю, что это должен знать каждый мастер. Вы должны протестировать ваши базы на высоту просушки. Делаем тонкий слой, средний слой и достаточно толстый слой. По факту это то выравнивание, которое вы делаете на руках вашего клиента. Всегда помните о том, что мы работаем с гель-лаковой системой, не с моделирующей. Потому что высота просушки у моделирующих материалов совершенно иная. Сушим наши три колбаски и теперь проверяем. Первый тонкий слой я снимаю с нашей полипалитры и смотрю наизнанку. Как мы с вами видим, все замечательно просохло. Вы можете посмотреть даже вблизи. И вы увидите, что нету никаких луж, что равномерно засохшее покрытие. Берем более толстый слой и также его проверяем. Видите, он тоже у нас высох. Но где-то он начинает чуть-чуть подблёскивать, но он твёрдый. И берём уже самый толстый слой. Тут, кстати говоря, высота в один миллиметр. Всего-то навсего. И смотрите, что у нас внутри. А внутри у нас явная лужа недосухшего материала. Проверяем теперь, как это высохло механическим способом. Как видите, всё высохло. Во втором слое тоже всё у нас высохло. А если мы возьмём толстый слой, посмотрите, что у нас. У нас внутри явно не заполимеризовавшийся до конца материал, который будет воздействовать на ногтевую пластину три недели. Продолжение следует...